День с толком Для борьбы с вирусом в Алтайском крае увеличат производство медицинских масок. Поставки за океан и виски курня. Что уже сделали и о чем мечтают на возрожденном Иткульском спиртзаводе. В режиме онлайн. Сегодня театры отмечают свой профессиональный праздник. Мощный ветер и мокрый снег обещают сегодня в Алтайском крае. В западных районах ожидается снегопад. Скорость ветра при порывах может достигать 20 метров в секунду. На дорогах местами гололедится. Водителей призывают быть внимательными. Но если верить прогнозу синоптиков, уже на следующей неделе в регионе установится ясная и теплая погода до плюс 10 градусов днем. С сегодняшнего дня в Алтайском крае приостановили работу всей кинотеатры. Оплаченные билеты аннулируют, деньги вернут покупателям. Губернатор накануне издал указ о приостановке проведения массовых мероприятий. Также запретили развлечения, детские игровые комнаты и курение кальянов в кафе, барах, ресторанах. Под запрет попал и зоопарк. Теперь из-за угрозы коронавируса за животными можно наблюдать только в интернете. Об этом лесная сказка объявила на своих страницах в социальных сетях. С огромным огорчением сообщаем вам, что мы вынуждены закрыть зоопарк для посещений. Эта мера принята прежде всего для сохранения здоровья всех нас. Мы уверены, что вместе с вами справимся со всеми трудностями и испытаниями. В Алтайском крае увеличат производство медицинских масок. Для этой цели в крае планируют оказать поддержку барнаульской швейной фабрики. Об этом заявил губернатор региона во время рабочего визита на предприятие и в больницу Барнаула. На этой небольшой швейной фабрике цех по производству медицинских масок развернули буквально за неделю. Сейчас в смену здесь выпускают около 8 тысяч защитных изделий. Шьют сразу несколько видов. Привычные одноразовые и марлевые для многократного использования. На фабрике уверяют, возможность перевести работу в две смены есть. А это значит, что шить за сутки будут вдвое больше. Где надо, правительство поддерживает. Может быть, финансовыми ресурсами, чтобы развернуть побыстрее производство. А это корпус инфекционного отделения 5-й горбольницы. Тут развернули госпиталь для борьбы с коронавирусом. Сюда будут направлять на лечение в случае выявления инфекции. Пока палаты пустуют. Инфекционное отделение изолировано, мы просчитываем на 40 человек. В том числе здесь же мы подготовили, вы видели, реанимационный бокс. И таких здесь будет три. В случае увеличения притока будет задействован большой корпус больницы. На 200 коек. Сейчас в крае в связи с угрозой коронавируса резко возросла потребность в антисептических средствах. На барнаульских предприятиях уже увеличили производство дезинфицирующих препаратов. Добавим, на сегодняшний день провели свыше тысячи анализов на выявление опасной инфекции. В крае ни одного случая заболевания не выявлено. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Худший кризис для отрасли. Из-за пандемии коронавируса алтайские туроператоры несут серьезные убытки. Об этом заявил начальник краевого управления по туризму Евгений Дешевых на правительственном часе. Во время отчета о результатах работы профильного ведомства чиновник подчеркнул, что из-за закрытия государственных границ, приостановленного авиасообщения и отмены туров финансовые проблемы возникли не только у федеральных, но и у региональных туроператоров. Резкий спад потока отдыхающих в последнее время наблюдался и в гостиничной сфере. Закрытые границы с Казахстаном и отмена спортивных мероприятий в крае привели к тому, что от брони в отелях отказались 5% туристов. Но в ближайшие два месяца ситуация должна измениться, подчеркнул Дешевих. Начал расти спрос на внутренние поездки. Санаторный курортный комплекс, как ни странно, но хорошо. Сегодня во время каникул загрузка санатория в Белокурихе превышает 100%. Используют дополнительные места. Были, конечно же, отказы от брони, но тут же появлялись и новые покупки. К другим темам. Иткульский спиртзавод возобновил производство. Сотрудники снова вышли на работу и уже разлиты первые партии водки. В планах увеличить объемы и расширить ассортимент продукции. Об этом новые владельцы завода рассказали на пресс-конференции. Банкротства не будет. Долги оплачивают, к прежним объемам вернутся. Это то, с чего началась конференция с участием нового владельца спиртзавода на Иткуле. Это компания «Маруся Беверджис Рус». Теперь в ее активах контрольный пакет акций алтайского предприятия. А вместе с ним и большие планы. Иткульский спиртзавод получит доступ ко всей дистрибуции, дистрибуционным возможностям группы компаний «Маруся Беверджис». А они, соответственно, не ограничиваются Россией или СНГ. Это и Европа, США, Китай. В планах и расширении ассортимента. Например, новое руководство планирует воспользоваться дарами алтайской природы и запустить линейку ликеров. Более отдаленно, среднесрочная перспектива – это производство виски. Это очень важная будет работа – определить, а что такое должны быть российские виски. Возможно, это может быть какая-то зерновая культура, которая будет использоваться. И та, которая характерна для России, и не характерна для большинства стран Европы и США. Например, я не знаю, гречка. И тут гречка. Правда, это только в планах. А ближайшая цель – возобновить объемы продаж водки в крае. Менеджмент завода уверяет, что все контракты с торговыми сетями региона возобновлены. И, конечно, на предприятии надеются, что потребитель не забыл о качестве продукции. Я бы немножко, Ольга Юрьевна, поправил, я бы говорил, наш обычный спирт, он все-таки неправильный, он необычный. Он, не повсюду по слову, волшебный. Реально солодового спирта в стране, ну, я в бизнесе давно, ну, буквально завода три, наверное. То есть никто по этой технологии не работает. Я могу подтвердить, что полностью сохранена вся жизнеспособность предприятия, вся инфраструктура. В исправном состоянии находится все оборудование. Сохранен большей частью коллектив, специалисты и рабочие. То есть для того, чтобы работать, у предприятия есть все возможности. И оно уже работает. В Бийск поступила розничная партия, а первые спиртовозы отправились к заказчикам. И нужно помнить, Иткульский спиртзавод – это не только рабочие места, но и в прошлом один из крупнейших налогоплательщиков края. Есть надежда, что и эти позиции вернутся. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. По Алтайскому краю подрывают лед. Спасатели начали готовиться к паводку. Лед на реках взрывают, чтобы помочь ледоходу. Всего в регионе 25 участков, где могут образоваться затора. И сотрудники МЧС уже работают на трех из них. В Бийском, Салтонском и Поспелехинском районах. Сегодня спасатели уже провели два каскадных взрыва на Бии в Бийском районе. Риск заторов в этом году низкий, благодаря снежной зиме и достаточно тонкому льду. Ситуацию на водных каналах сотрудники МЧС оценили с неба. Ситуация находится на постоянном контроле. Центр управления в кризисной ситуации Главного управления МЧС России. В настоящее время потопленных территорий нет. Уровни воды значительно ниже критических. Сегодня во всем мире отмечают День театра. Несмотря на то, что практически по всей стране театры закрыты, Барнаульские нашли способ отметить свой профессиональный праздник вместе со зрителем. Правда, общение на расстоянии. Из-за угрозы распространения коронавируса многие спектакли отменены. Зрителям возвращают деньги за билеты. В то же время некоторые театры начали экспериментировать с онлайн-трансляциями. Например, сегодня в 18.30 театр драмы представит онлайн-спектакль «Собачье сердце». Эта постановка – настоящий долгожитель. Премьера состоялась еще в 2005 году. Архивные записи подготовил и молодежный театр Алтая. Сегодня вечером, также в 18.30, на своем сайте они покажут комедию «Ревизор», в которой принял участие Валерий Золотухин. Полная афиша онлайн-спектаклей на ближайшую неделю выставлена на главном сайте Министерства культуры края. Отметим, в режиме онлайн алтайским театрам придется работать вплоть до 9 апреля. А на этом у меня все. Через несколько секунд узнаете о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!